Пожалуйста, коллеги. Кто начнет? Владислав Александрович, необычный формат, такая достаточно со стороны легкая победа для сборной. Какие у вас впечатления, что вы подчеркнули из этого матча, что самое важное для вас? Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Все-таки двухсторонняя простая игра или с соперниками, две разные вещи. Была подготовка к игре, была установка, были задания определенные, которые надо выполнять, потому что от этого будем отталкиваться по составу на отборочные матчи. Поэтому футболисты максимально старались сделать то, что мы от них просим. Все-таки 26-го последний матч и 8-го все-таки большой перерыв и такой тонус игровой он должен быть. Спасибо. Еще? Можно сказать, что тот стартовый состав, который сегодня был, близок к тому, что будет со мной? Не могу сегодня это сказать. Уже даже по одной причине, что Газинский получил травму, пока не знаю, что там с ним. Надеемся, не очень серьезное. Все? Владислав Александрович, насколько можно делать серьезные выводы из этой игры, из того, что вы видели, то есть по количеству замен, потому что большинство замен и частота были, например, в средней линии, потому что перешли во втором тайме, не оформленные. Учитывая статус матча, насколько серьезные выводы можно изобретать? Ну, мы и до сбора сказали, что сбор необычный, потому что достаточно много футболистов. Поэтому, естественно, мы хотели дать всем сыграть по возможности, потому что исходили из того, допустим, Миранчуки до 26-го сражались за попадание в Лигу чемпионов. Кубок до этого, мы все-таки достаточно много игр провели, чтобы с одной стороны они сыграли, с другой стороны не переутомили, что ли. Единственное, кто... Ну, и надо было дать и Бакаеву, и Мирзову, чтобы они себя почувствовали как бы игроками сборной. Поэтому постарались максимально всех удовлетворить. Хотя мы это не часто делаем, но сегодня такой день. Единственное, не играл у нас Песяков и Камличенко, который вчера рано утром прилетел. Сегодня мы тестик сделали, проверили, в каком состоянии. Все-таки после второго дня, после ответственного матча, играть не рекомендуется, поэтому мы ему не дали возможность сегодня сыграть. Ну, я понимаю, что у меня много свободного времени. Ну, естественно, следим, но не так пристально, как бы хотелось. Но к сегодняшней игре, как вы видели, мы пристально подготовились и свою работу выполнили. Ну, это ни о чем не говорит. Во-первых, разноплановые футболисты, и каждая игра дает пищу. Кто, слава богу, что у нас есть разноплановые футболисты, мы можем по ситуации их использовать. А то, что, ну, забил, мы за него рады, но по большому счету это нам никогда ни о чем не говорит. Когда мы играем с конкретным соперником, мы стараемся подобрать и тактику, и исполнителей, чтобы в этой игре мы добивались успеха. Вот так я из одного и из второго рад. У кого у одного было одно задание, у другого другое задание, ну, каждый свое задание выполнил в той или иной степени. Еще, если можно, ну, слышимость была хорошая, но особых подсказок с вашей стороны точно не было. Слышно у нас иногда Мирослав Ромашенко возле населись. Ахметов, он часто говорил, играй вперед, играй вперед. В целом, то, что вы больше умолчали, означало, что в целом все ушло по плану, или просто не было смысла сегодня? Ну, сегодня роль подсказчика взял на себя Ромашенко, и я спокойно смотрел за этим делом. Ахметов, надо сказать, что вынужденная замена, и если вы обратили внимание, он первые минут 5-7 никак не мог войти в игру, вот это нас чуть-чуть насторожило. Поэтому и так, и, кстати, я тоже пару раз его фамилию назвал, и даже после того, как его заменил, сказал, что в последний раз он так выходит на замену. Потому что надо с первых секунд быть готовым. Потом он разбегался и стал опять быть похожим на себя. В отборочных матчах такой роскошь, и никому не позволительно. Это тоже плюс этой игры. Есть еще вопросы? Все, да? Можно еще? Можно, конечно. Да, и плюс взял пенальти. Кто-кто? Вопрос Гильерме. Ну, идет троечный процесс, мы внимательно смотрим. Опять же, если быть до 26-го числа Гильерме был в тонусе, в топ, а «Зенит» 12-го уже свои задачи решил. Поэтому еще раз повторяю, это ни о чем не горит. И Лунев свою хорошую партию сыграл, и Шунин вышел, не пропустил. Поэтому еще раз говорю, мы внимательно смотрим, и будем делать те выводы, которые в данном матче нам помогут. И будет играть тот, кто готов. Это касается всех позиций. А были, может быть, какие-то просьбы с вашей стороны к тренингу штаба Чертанова, чтобы они моделировали их соперников? Нет, 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 не было. Все. Надо сказать, что они достаточно обученная команда, и местами, когда мы им начинали позволять, владели мячом. А в плане корректности и грубости нет вопроса? Ну, в плане корректности и грубости я после второго момента уже так подсказал, чтобы это все убрать. Потому что все-таки контрольный матч, и не хотелось бы нам лишних травм. Кому? Своему коллеге. Прислушались? А? Прислушались, в итоге стало меньше? Не, ну, борьба, она есть борьба, другое дело какая. Когда она необходима, ну, в футболе без борьбы не бывает, но таких грубостей надо было убрать. Ну, и стало более спокойно. Спокойно. А второй момент это когда будет? Когда на вратаря двоя нанести. Все, спасибо всем большое. Все, спасибо. 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 Спасибо.